Вера Волховец. Дом ведьмы. Книга вторая. Кто тут хозяйка? Глава первая. О долгожданных находках. Ты вообще понимаешь, что сейчас происходит? Ладонь Джулиана сильнее сжалась на моих пальцах, заставляя меня замолчать. Он ищет Ракшас. Я первый раз видела его таким взбудораженным. Тише, не вздумай его спугнуть. Я уже почти поверил, что он сможет. И как этот наглый вампир смеет разговаривать с женой? В стенах её дома, между прочим. Ладно, и вправду прикушу язычок. Мне ведь тоже боязно, что ничего не получится. Скончаться завтра утречком мне, честно говоря, резко перехотелось. Шаман Гнолов сидел на полу в начертанном углём кругу. Когтистые лапы были переплетены между собой в пальцах и воздеты к потолку. Площадку для проведения ритуала мы шаману разгребали с таким трудолюбием, будто и не была ночь на дворе, будто и не заманались мы после сложного трудового дня, вымотавшего нас до предела. И вот Гноль и шаман по кругу на полу шаманит ритуал пробуждения духов, окружающий нас в великой свалке. Мы с Джулианом стоим в двух шагах от него в таком же неровном чёрненьком кружочке, держимся за руки. Нет, не из-за романтического порыва, так шаман велел. Мне дали ужасно важную роль — быть связующим элементом между шаманом и духами дома, а Джулиан рядышком, собственно, обеспечивает связь с искомой вещью. Если вы вдруг зашли к нам в гости с мороза, давайте я быстренько опишу, что у нас тут происходит. Меня зовут Марьяна, и я попаданка. Вот этот милый тип, похожий на гиену, гноль и шаман Рота, чья специфическая магия не только позволяет восполнять запасы энергии в местах свалок, но и, как оказывается, позволяет общаться с духами вещей на этих самых помойках. И даже что-то искать. Симпатичный вампир рядом со мной — Джулиан Дивенцер, мой внезапный муж, от которого мне нужно будет как-то избавиться после того, как мы найдём его родовой артефакт. Нет, не потому что он мне не нравится, просто, ну, не было у меня в планах никакого замужества. У меня тут дракошка не кормлена, дом не отмыт, нужно как-то найти фею-хранительницу этого самого дома и, в идеале, когда-нибудь открыть гостиницу, раз уж так вышло, что дом большой, квартплата большая, налоги тоже, наверное. Да-да, гостиница должна быть вот в этом вот доме, который всё ещё смахивает на небольшую свалку. Какие мужья при таком плотном графике, я вас спрашиваю? Тем более, что и Джулиан взял меня в жёны невзвешенно и обдуманно. Он просто спасал мне жизнь, разделил со мной сдвоенное проклятие. А так-то мы с ним очень плохая, совершенно неподходящая друг другу парочка. Ему, наследнику известного вампирского рода, просто не позволят завести семью с человеческой ведьмой. Ну и, собственно, ща. Погодите, разберёмся с Ракшасом, снимет этот гад с меня их семейное проклятие, и будем ковырять его насчёт развода. Не может быть такого, чтоб его не было предусмотрено. По шерсти гнольего шамана бежали белые искры, а жерелья из зубов, украшавшие его шею, тоже светились, проявляя на своей поверхности странные кривоватые руны. Глаза у гнолла постепенно белели, теряя привычный для гиенолаков тёмный цвет. Честно говоря, я сначала скептически отнеслась к мысли поговорить с духами свалки. Да, свалка магическая, здесь и артефакты всякие имеются. Уж не знаю, что сверхценного в них нашла бывшая хозяйка дома, раз натащила их со свалки, но всё-таки. Сложно представить, что тут живут духи, и что с ними можно поговорить. Оказывается, можно. Вокруг нас сгущались тени. Воздух будто что-то пытался мне рассказать. До того он стал густой, я почти слышала его шёпот. Конторы гор хлама, возвышавшихся над нами, исказились и задрожали, будто и вправду проявляя признаки жизни. Первый дух вынырнул из-за дальней кучи хлама, полупрозрачный, белёсый, не имеющий конкретной формы, но с интересом зыркающий на нас чёрными провалами глаз. Потом был второй, третий, четвёртый. Они слетались к колдующему гнолу, будто он был светильником, а духи безмозглыми мотыльками. А потом шаман взвыл громко и протяжно, так что я уже сама сильнее сжала Джулиана за руку. Ну а что, когда рядом так сильно воют, приятно иметь рядом с собой сильного и надёжного упыря. Я знаю, как он умеет морду бить. Я видела. Работал бы вышибалой, цены б ему не было. Думайте о потере. Громко рыкнула рота, и я усердно напрягла мозг. Заодно и глаза скосила на руку Джулиана, чтобы освежить в памяти, собственно, тот предмет, который мы ищем. Золотое кольцо с тяжёлой печаткой. На печатке распахнувший крылья ворон, гербовое животное дивенсеров. Они сделали себе копию, чтобы никому не стало известно о потере такого важного артефакта, но копия эта никогда не могла сравниться с оригиналом. Духи зашумели, зашебуршились, а потом, взмыв к потолку, атаковали огромную мусорную кучу, предполагаемое место захоронения Аракшаса. Мы уже пробовали там найти кольцо, Джулиан чувствовал, что оно там, но эта куча была настолько огромной, что справиться с ней в ближайшее время мы оказались не в силах. Боже, даже не верится, что это происходит. Джулиан аж подался вперёд от нетерпения, и пальцы мои стискивал так, что становилось ясно. Он тоже до конца не осознал, что мы так близки к концу наших с ним поисков. Куча задрожала под натиском духов, много мелких и не очень мелких предметов покатились вниз. А потом, будто что-то лопнуло, взорвалось, мир вздрогнул и затрепетал, если бы заботливый шаман не прикрыл нас всех магическим щитом полусферой, нам бы точно прилетело по голове. Не мне так, Джулиану, а то и нам обоим. Из вершины кучи белым вихрем взмыл к потолку одинокий ликующий дух. В вытянутой вверх трёхпалой белой лапе сияло маленькое золотое колечко. «Ну всё», — фыркнула я, радостно подталкивая Джулиана локтем. «Нашли твой ракшас, кончились твои тяжёлые денёчки, больше я тебя не поэксплуатирую на уборке в моём доме». «Не спеши, Марьяна», — Джулиан встряхнул головой, но глаза его от находки духов всё ещё не отрывались. «Пока я не подержу его в руках, пока не почувствую его силу, не поверю». Мусоропад закончился. Шаман убрал щит, защищающий нас от летящих по воздуху изношенных ботинок и мятых кастрюлек. Дух, победивший в квесте, гордо подрулил к шаману, только что не виляя хвостиком, вложил ему кольцо в лапу. «Это то, что вы искали, чаровница?» Перебрасывая кольцо мне, деловито поинтересовался шаман. Нахальные пальцы Джулиана накрыли ракшас прямо поверх моей ладони. Кожу немилосердно заколола. Вампир явно проверял свою реликвию магией. «Да», — глухо и сдавленно простонал Дивенсер, даже жмурясь от накатывающего на него кайфа. «Да, то, что нужно. Это оно. Мне нужно быстрее отнести его в клановое святилище». Честно говоря, я думала это формальное заявление. Думала, что он сейчас встанет, раскланяется со мной, с гнолом. Может быть, мне тоже удастся поржать над тем, как радостно вампир ощерится на прощание шаману. А Джулиан просто исчез. В эту же секунду. Утонул в пятне своей же тени, без всяких намеков на до свидания. Оставив меня и Рота в тесной компании друг друга. «Вот, блин, вот тебе и муж объелся груш. А поцеловать на прощание? Не-не, развод и девичья фамилия. Я это не перевоспитаю». «Рота — великий гнолий шаман», — заявила я, поднимаясь на ноги. «Теперь даже я это вижу». «Рота рад, что смог помочь чаровнице». Гиеннолаг гордо приосанился. «Да, и правду говорят, доброе слово и собаке приятно. А Гиена тоже от комплимента не откажется. Не знаю почему, мне почему-то по жизни всегда было жалко Гиенн. Куда ни глянь, во всех мультиках они антагонисты, враги. А чем они виноваты? Ну, не самые симпатичные морды. Ну и что теперь? Я, может, по их меркам тоже не красавица». Белёсые духи, вызванные шаманом, потихоньку выбирались из кучи и медленно таяли в воздухе. Не все. Выигравший дух гордо накручивал круги вокруг гнола, будто ожидая похвалы. Шаман усмехнулся, с его когтя сорвалась белая искра энергии, и дух, распахнув чёрную пасть, схомячил искорку, будто она была вкусняшкой. Судя по завистливому поскуливанию остальных духов, так оно и было. Один из духов, последним выбравшийся из кучи, продрался сквозь тучу собратьев, что-то держа в трёх палых лапах и возбуждённо повизгивая. Осколки какие-то. Шаман косо глянул на находку, потом кинул этому духу искорку поменьше и протянул эти самые осколки мне. «Духи говорят, ваша потеря была спрятана в этом волшебном тайнике», — пояснил он. «Взломать защитные чары им было непросто». Я заинтригованно вгляделась в лежащие на моих ладонях черепки. И чудом не охнуло, заметив на одном из них изящно нарисованный красный глаз. Куколка-вампирка, та самая, башкой которой я так чудно поиграла в гольф. И Виабель, явившись ко мне под личиной Джулиана, искала какую-то её. По всей видимости, там Аракшас спрятала ведьма во время похищения. А Улия решила, что от добра добра не ищут, усилила защиту своими чарами и спрятала в груди хлама на кухне. «Блин, это что, я могла вернуть Джулиану Аракшас ещё несколько дней назад? И ему не пришлось бы разделять со мной судьбу, проводя брачный ритуал?» «Так, пожалуй, об этом мы вампиру говорить не будем. Меньше знает, крепче спит в своём лакированном гробике. «Итак, что там насчёт вашей покупки моего хлама? Вы всё ещё заинтересованы?» Напомнила я, провожая гнола до чудо-двери в его мир. Она так и оставалась на моей кухне, не думая исчезать и возвращать мне мою дорогую стену с серыми обоями. Эх, обои, кстати, надо будет переклеить. Местное старьё совершенно никуда не годится. Деньги, деньги, мне нужно много денег. Пять лет этот дом стоял в запустении, пропитывался духом великой помойки. Привести всё в настоящий порядок будет непросто, даже с учётом магии. Надеюсь, гнолы не преувеличили, и их сделка с королевой действительно стоящая. И я смогу осилить нормальный ремонт для этого запущенного дома. А очаровница всё ещё желает подарить гнолам свой марракаш. Ротто восторженно встопорщил уши. «Точно не хотите оставить его себе? Такой источник волшебной силы! Я хочу продать, не подарить!» Практично поправила я, ибо, как показывает практика, никакие деньги лишними не бывают. «Да, великий шаман, для друзей гнолов мне ничего не жалко. За хорошую плату хоть всё забирайте». Гнолу попытался скрыть своё возбуждение, но получилось, у него это неважно. Слишком явно у него блестели глаза. И задышал он, как восторженная псина, вывалив язык. «Ну вот и почему его погладить нельзя? Большая такая собачка, миленькая!» Наверное, поэтому у Харли Квинн и были её гиены. Не смогла устоять перед этим хищным обаянием. «Мы придём к вам с вашим золотом, чаровница, и вы скажете, какую часть Маракаша готовы пожертвовать за такую плату», клятвенно пообещал шаман. «В течение нескольких дней, ожидайте, торговля адонитом с королевским двором Вароса должна начаться с завтрашнего дня». «Отличненько». «Я оставлю вам чудо-дверь, Рота», — кивнула я. «Приходите, но желательно в дневное время. Мы будем ждать». На том мы с шаманом и расстались. Проскинув мозгами пять минуточек, я отправилась спать. Спать никогда не помешает. Да, двойное проклятие мне грозило смертью неминучей. Вот только почему-то же Джулиан слинял так торопливо, да? Наверняка, чтобы заняться этим вопросом вплотную. Он же еще столько девок не перекусал, а жизнь вот-вот закончится. Нужно спасать себя, ну и меня заодно. Я тут ничем не помогу, так что спать, спать, спать. День выдался напряженным, ночь была в самом разгаре, и было у меня смутное предчувствие, что выспаться мне опять не дадут. Оно меня не обмануло, кстати. О тяготах жизни супружеской. Леди Марьяна Голос моего дворецкого был в надлежащей степени дрожащ и взволнован. Но я все равно не прониклась. Нашарила под одеялом свернувшуюся в клубок вафлю, прижала ее к себе покрепче. Еще не до конца оклемавшаяся после драки супырем дракошка, была немножко вялой, но отлично справлялась с должностью грелки. Просыпаться не хотелось совершенно. «Леди Марьяна!» «Триш!» Я зевнула сладко-сладко. «Не буди меня, уволю!» «Не уволите!» Неожиданно нахально пискнул крысюк. «На мое место никто не пойдет из Лиги Дворецких. Вам надо встать, леди Марьяна! У нас гости!» Если явился Дивенцер, пошли его к черту на рога, за совестью. Я ворчала, но чувствовала, как остатки сна с меня слетают. Да что такое? Дадут измученные попаданки хоть ночь нормально поспать. «Леди Марьяна! Пошлите их, пожалуйста, сами!» умоляюще взвыл Триш. «Меня они слушать не будут!» «Их?» Я все-таки села на кровати, уставилась на Трише осоловелыми, но уже озабоченными глазами. «Так, я проснулась, я жива. Это уже достижение!» «Что там было про Дивенцеров?» «Сколько вампиров приперлось по мою душу!» Триш в сомнении повел носом, явно подсчитывая их в уме. «Весь клан Дивенцеров — старшая часть. Если считать по головам, то сорок персон наберем». «От таких новостей поневоле захочешь упасть с кровати, чтоб наверняка проснуться. Сорок вампиров на одну бедную мою растрепанную голову. И почему я так и не завела себе маленькую баллисту? Отстреливалась бы осиновыми кольями, держала бы круговую оборону». Я вытащила из-под кровати кеды и озадачилась вопросом, что надеть. Выбор был утручающий узок. Все те же форменные платья жены-садовника, которых в шкафу было аж пять штук, и мои родименькие джинсы, майка с Микки Маусом и бандана в черепок. С учетом единственной имеющейся в моем распоряжении обуви, которая ужасно дико смотрелась. Что ж, будем пугать вампиров своим родным прикидом в стиле кэжуал. Надеюсь, они шокируются и умрут. Не сходя с места. Меня тоже устроят. Хотя ладно, послушаю сначала, чего им от меня нужно на этот раз. Я надеюсь, проклятие снято. Вампиры выстроились у моих ворот, все из себя скорбные, торжественные, все в чертовом бархате, и я тут в джинсах. Ничего не знаю, у нас так даже герцоги не ходят иногда. Мой свежевыкопанный, тьфу ты, свежеиспеченный муж с просто возмутительно бодрой физиономией и самодовольной улыбкой стоял во главе этой бархатной оравы. Светлая рубашечка, синий камзол, бесстыжельстящий его и без того не в меру симпатичной морде. Первый раз за все время нашего знакомства вижу его таким довольным. А колечко-то уже поменял. Я почему-то поняла это как-то интуитивно, потому что ощущался глава клана девенцеров сейчас совершенно иначе. «Грознее, что ли?» «Джулиан!» Я улыбнулась не очень приветливо, но он сам виноват. Даже умывание ледяной водой не способствовало моему пробуждению. «Чему обязана такому раннему визиту тебя и твоего благородного семейства?» Я надеюсь, он услышал зашифрованный в выделенном мной слове четкий посыл. «Если ты еще раз припрешься в такую рань, я тебя отравлю и размочу счет отправленных на тот свет мужей. А еще, я надеюсь, это не знакомство с родителями, а то ощущения подозрительно похожи». «Марьяна!» Хорошо поставленным голосом величаво обратился ко мне Джулиан. «Здесь и сейчас мой клан желает положить конец вражде между нашими семьями». А морда лица такая красивая, такая торжественная, будто к королеве обращается. Пусть порепетирует этот взгляд получше и почаще на меня так смотрит. Итак, положить конец вражды между нашими семьями. Ну, просто Ромео и Джульетта, примирение Монтеки и Капулетти, конспекты из хэппи-энда, признанного Шекспиром недостаточно драматичным. «Проще говоря, вы хотите извиниться?» Нахально сощурилась я. «А, ну тогда ладно, можете начинать, только начните со снятия проклятия, пожалуйста. Слов уже нет, как оно мне натирает». Я заметила, как одна из вампирш за спиной Джулиана возмущенно скривилась. «Ой, ну точно, наверное, я, как кровный враг всего семейства девенсеров, должна была при виде столь грозной толпы пасть ниц и публично раскаяться, вырвать пару клаков на голове, посыпать голову пеплом и так далее». «Да вот еще. С учетом всего, что досталось на мою долю, из-за их несчастного Аракшаса, мне впору впаивать им иск за моральный ущерб. А что? Вели они себя со мной по-скотски. Дракошку мою пытались спереть. Гипнозили, в голову лазили. Травили упырями и кое-чьими несостоявшимися невестами. И это, между прочим, при том, что, как сейчас выяснилось, они сами дураки. Это их же младший братец решил возглавить клан и отжать себе цацку и невесту старшенького в придачу». «Так где там мои два миллиона злотых за нанесенный моей психике непоправимый вред? Нету? Ну тогда и терпите, господа, терпите. Вон Джулианта на мою подколку и ухом не повел». Даже улыбнулся и снял с пояса короткий жезл, отличный своим кроваво-красным цветом. На навершии его распахнула пасть и крылья зловещая летучая мышь, виртуозно выточенная из какого-то удивительного абсолютно черного минерала. Протянул его ко мне, явно предлагая за него схватиться. «Так вот она какая, твоя волшебная палочка!» — тихо-тихо хмыкнула я, обхватывая пальцами гладкий камень. «Хороший размерчик. Наверное, все проходящие мимо ведьмы не смогли устоять перед ним». Скобрезность шутки не пропала в туне. У Джулиана дернулся уголок губы. Но он тут же спохватился, что он тут вообще-то демоничный роковой вампир, и поправил отклонение от образа. Передавая мне жезл, Джулиан не стал убирать своей ладони, и так вышло, что теперь мы оба держались за эту штуковину и почему-то смотрели друг другу в глаза. Момент становился самую малость волнующим, а камень под нашими пальцами медленно нагревался. «Марьяна Дебухе!» Звучно произнес Джулиан, не отрывая глаз от моего лица. «Магическая наследница Матильды и Улии Дебухе! Ваш долг закрыт, претензии дивенсеров снимаются. Здесь и сейчас я и мой клан приносим свои извинения тебе и твоему семейству». «Как я и хотела! Надо же!» А вот эту фразу я не поняла. Но, по всей видимости, она была каким-то заклинанием, потому что именно после нее мои пальцы на жезле Девенсера почти обожгло, и оторвать их от камня у меня не получилось. Они будто прилипли. Кап-кап-кап. Красная субстанция, наполнившая жезл, тонкой струйкой полилась на землю под нашими ногами, и тут же в нее впиталась. Жезл стал прозрачным, будто его выточили из хрусталя. Вампиры, стоящие за спиной Джулиана, все как один склонили спины в неглубоких поклонах. «Все, Марьяна», шепнул Джулиан так, чтобы услышала только я. «Теперь ты больше для меня не кровный враг». Я разжала пальцы. Теперь магия мне это позволила. Окинула вампира скептическим взглядом. «Ну, скажем честно, вряд ли это надолго», фыркнула. «Уж я-то себя знаю. Ты еще проклянешь меня обратно». «Посмотрим». А вот эта улыбка у Джулиана вышла коварной. «Возможно, ты проклянешь меня первой». «А вот это уже вызов». «Ну и чем мы займемся сегодня?» «Вампир догнал меня примерно на половине дорожки к моему дому. Догнал и в наглую прихватил меня за талию». «Да-да, после публичного принесения извинений, после того, как его родственнички быстренько поисчезали в тенях, уносясь по своим делам, я просто смерила Джулиана ехидным взглядом, развернулась и, не попрощавшись, двинула обратно на свою кухню. Там уже, поди, и прошка вовсю трудится, пыль с полок обметает или полы натирает. А тут этот, с лапами, муж, чтоб его». Я остановилась, повернулась на 90 градусов, уставилась на Джулиана. «Как ты вошел? Я не давала тебе разрешения, и клятвы ты мне тоже не давал». «Я муж хозяйки дома!» Белоснежная улыбка Джулиана сверкнула на солнце острыми глазными зубами. «Члену семьи разрешение не обязательно». «А если я сделаю официальный магический запрет?» «Жить» сразу стала как-то тоскливенько. «Будешь первая, кто его изобретет». Судя по досмерти довольному тону, Джулиан подозревал, что открытие границ моего дома для него новость отнюдь нерадостная. Печаль. Наверное, даже тараканам я бы обрадовалась больше, чем вот этому вампиру. «И что же, все твои родственники теперь в курсе, что ты женат, и твоя жена это я?» пасмурно поинтересовалась, на ходу сбрасывая ладонью пыря с моего бедра. «Как они среагировали? Уже придумали, кто именно меня отравит, чтобы поскорее сделать тебя вдовцом?» «Я пока не объявлял об этом», неожиданно серьезно откликнулся Джулиан. «Сначала нужно было обнародовать конец кровной вражде. Через неделю я сообщу клану о разрыве помолвки с Виабель, еще через неделю представлю им тебя. У нас довольно жесткий регламент на такие вещи». «Ну, значит, и руки прочь». Я снова хлопнула его по нахальной ладони. «Я девушка приличная». «Давно?» «Специально для тебя», отрезала я, задирая нос повыше. «На самом деле, новость о том, что роднее он о нашем бракосочетании не сказал, меня слегка задела. Именно поэтому я сейчас и шагала торопливо к своему крыльцу, пытаясь придумать ужасную и кровавую месть. Кровь, разумеется, должна принадлежать Джулиану, а то, если не ему, то я представляю, как это будет выглядеть. Я такая обливаю стены кровью, раскладываю на столе ножи и топоры, чтобы увидел и сбежал, а вампир такой заходит, оглядывается и облизывается. «Дорогая, у нас что, сегодня романтический ужин?» «Марьяна, ты завтракала?» Джулиан снова ухватил меня на этот раз за локоть. «Хотя нет, конечно нет, ты только-только встала, так?» Я бы с удовольствием встала на пару часов позже. Прямо предупредила я, размышляя о том, что пальцы у Джулиана удивительно теплые. «Ты такая злая, потому что голодная», безапелляционно заявил вампир, обгоняя меня и останавливаясь на пороге кухни. «Что ж, тогда с меня завтрак и кофе, а с тебя милая улыбка, согласна?» «А у тебя ничего не треснет, Джулиан?» «Нет, мало того, что я должна ему улыбаться, так еще и мило». «Согласна». Вампир кивнул своим мыслям и шагнул выше по ступенькам. «Тогда погуляй полчасика, не люблю, когда у меня под руками шебуршатся. Не порти мне сюрприз». И с этими словами нахальный упырь ушел на мою кухню, закрыв дверь перед самым моим носом. «Нет, я, конечно, слышала, что наглость второе счастье, но у Джулиана оно было и первое, и второе, и третье, и компот». Я побарабанила в дверь, а когда мне не открыли, окончательно рассердилась. «Это вообще-то мой дом, какого фига он тут распоряжается, будто он на своей территории». Дверь кухни я дергаю раздраженно и даже с претензией. На пороге замираю не в силах спугнуть удивительное зрелище. На кухонном столе рядом с принесенной им корзинкой уже разложены какие-то кухонные инструменты, стеклянная банка с кофейными зернами, несколько яиц и еще какие-то свертки. И сам Дивенцер, сбросив синенький камзол на стул в углу камзольчик, кстати, уже расправляет хозяйственный домовой, затягивает свои безумно длинные темные волосы в узел на затылке, чтоб готовить не мешали. «Кто-нибудь убейте этого вампира, он слишком красивый, я ведь уже не первый раз прошу, да? И я, к сожалению, все еще помню, что мне с ним нельзя создавать ни семью, ни отношения, его ребенок должен быть полнокровным вампиром». «Полчаса, Марьяна!» Джулиан закончил с волосами, а затем потянулся к крючку у двери, на котором висел черный фартук, по всей видимости принесенный девенцером с собой. «Неужели так сложно найти себе занятие на полчаса? Неужто не веришь, что я приготовлю что-то достойное таких временных затрат?» «Верю». Я печально вздохнула. Кулинарные таланты этого вампира граничились дьявольскими, за одну только тарелку с его фирменным супчиком можно было продать, если не душу, то хотя бы почку, правда, вслух я об этом не говорила, гордыня девенцера и без моего признания была заоблачной. «Пусти меня хотя бы в холл, я там поубираюсь». Я шагнула было в сторону выхода из кухни, но Джулиан заступил мне дорогу. «Если ты сунешься туда хотя бы на пять минут, тебя перед завтраком нужно будет запихнуть в баню, а это уже на полчаса, да и попробуй тебя потом оттуда вытащи, ты, если начала работать, черта с два тебя остановишь, а завтрак должен съедаться вовремя». «Но погуляй, Марьяна, погуляй». Ладони Джулиана ласково развернули меня к двери и подтолкнули в ее сторону. «И учти, зайдешь с другой двери, и я ведь все услышу, так что не буди во мне упыря, женушка». Вот так я оказалась на улице снова, с четкой уверенностью, что от мужа вампира нужно избавляться как можно быстрей. А потом мои глаза критично скользнули по темному, все еще лишенному листьев и красок в принципе саду, по дорожкам, которые уже не мешало бы подмести, по заросшему краю пруда на заднем дворе, по заваленному листьями фонтану. Работы, если быть честными, хватило и тут. Время пришло. Огромная подборка журнала вчеровница покинула свое темное убежище под кроватью в домике садовника, и я уселась на кухонное крыльцо, перелистывая страницы и высматривая на них что-нибудь интересненькое. Ну а что, големов-то я по заклинанию из этого журнала колданула, и хорошо вышли, а уж как они дорожки подметают. Кстати, об этом. Фекла, нежнее там с метлой, рявкнула я на одного из своих подчиненных. Пыль от нее стояла столбом. Нет, все-таки в качестве грубой силы големы незаменимы, а вот где требуется интеллект, тут все сложно. Газончик они, например, не подстригут, и деревья не побелят от жуков-караедов, и пруд не почистят. Чаровница была, по сути, своим журналом для ведьм-домохозяек, и всякие полезные вещи в нем нужно было искать между статьями о светских сплетнях, о любовных похождениях всяких столичных дворян и выдающихся чародеев, а также тестиков, кажется, с исследованием такого рода женщины тяготеют во всех мирах, и фасонах модных к моменту выхода журнала платьев. И все же интересные заклинания я находила. Раздел «Колданемка», посвященный в основном именно бытовым чарам, вообще стал моей любимой рубрикой. После того, как пролистав два журнала, я убедилась, что все самое полезное там, я сразу открывала номера, стремясь попасть именно на эту близкую к концу страницу. Чары, позволяющие сохранять свежесть продуктов, срок годности 24 часа, полезная штука, но сейчас мало применимо. Заклинание возвращения свежести тому, что свою свежесть потеряла, прикольно, полезно, надо подумать над возможностью применения. Заклинание для сохранения прозрачности бокалов, тоже классно, но опять-таки не в тему, мне бы что-нибудь, так сказать, уличного применения. Заклинание измельчения, полезненько, давайте-ка загнем уголочек у этой страницы, чтоб потом 200 лет его не искать. О, заклинание восстановления расколотых вещей, ритуал призыва духа великой починки, то, что нужно. Я встала, отошла от крыльца и задрала голову. Как я и думала, разбитые окна на втором этаже никуда не делись, так и смотрели на меня укоризненно, дивно. Что ж, поехали. Ритуальчик был простенький, на этот раз не требующий разуваться, но четко оговаривающий, что магия восстановления требует малой кровавой жертвы. Окей. Я сунула нос на кухню и заговорщическим шепотом попросила у Джулиана ножик, маленький. Вампир, уже успевший затопить всю мою кухню каким-то очень интересным и любопытным лично для меня букетом запахов специй и свеженарезанных овощей, бросил на меня косой недовольный взгляд. Ну, простите, что я вас отвлекаю, маэстро. Я состроила виноватые глазки. Мне очень надо. Вжах! Именно с таким звуком разрезал воздух в кухне, пролетевший сквозь ее половину короткий нож для хлеба. В меня его метнули! Я секунду любовалась им, вонзившимся в косяк прямо перед моим носом, затем выдернула его с усилием, но все-таки сама, глянула на вампира укоризненно. Можно было и в руки дать. В темно-синих глазах Джулиана полыхнул гневный багрянец. Вот ведь вольный художник, страшно подумать, как на его кухне от него шарахаются повара. Когда монсеньор изволит готовить. А ведь он это любит, судя по всему, судя по тому, как быстро разрастаются сейчас в его глазах алые точки. Ухожу, ухожу. Мне срочно захотелось пожить и полюбоваться солнышком, и я вняла голос у разума и скрылась за кухонной дверью. Так, о чем это мы? Ах, да, окно, разбитое. Спасайся, кто может, Марьяша идет колдовать. Подлость Дивенцера вылезла на поверхность, только когда я уже вышла на улице. Ножик он мне выдал самый тупой из всех у него имеющихся. И не один из моих, самозатачивающихся, а именно свой, с гордой монограммой его ресторана на ручке. И как только вампир это недоразумение смог вбить в косяк с размаху, это ж с какой силищей его надо было метнуть. Я подумала было сунуться обратно, но потом подумала еще, с этого вампира ведь станется, он и этот тупенький ножик у меня отнимет, а потом привяжет к стулу в кухне и будет меня пытать своими кулинарными извращенствами. А я все еще надеялась на вкусный завтрак, и потом, если что, там и порезать-то надо всего ничего. Вот дожили, однако, сижу, пытаюсь отпилить себе палец ножиком, которым с горя не зарежешься, а палец, как назло, не пилится. «Доброе утро, магесса дибухе!» У моего соседа определенно талант появляться тогда, когда его и не ждут. Я дернулась и от неожиданности так резко резанула по пальцу, что все-таки сообразила себе порез на подушечке, глубже, чем собиралась. Блин! Сосед был, как всегда, расхлябан, пижонист и не знал берегов. Опять сидел на каменной стене, разделяющей наши участки, свесив с нее босые ноги. Поднос с чаем левитировал в паре дюймов от его колена. «Что б вас, господин Кравец!» Я сунула порезанный палец в рот, слезать подступившую кровь, а потом носком кеды подтащила к себе лежащий на ступеньке журнал, открытый на нужной странице. «Не пугайте ведьму, когда она начала колдовать! В вашем мире нет такой пословицы?» «Вы знаете, что все завихградские газеты сегодня только и трубят, что о примирении дебухе и дивенцеров?» насмешливо поинтересовался анимак, игнорируя мою претензию. «Пара уж очень желтых газетенок даже заметила, что наследник дивенцеров после публичного закрытия вопроса кровной вражды избрал вашу компанию». «Вы что, еще и сплетником подрабатываете? Не только сыщиком?» Я критично сощурилась, сравнивая знак, который я нарисовала своей кровью на дверном косяке, с тем, что был указан в журнале. Да, похож, будто жука-носорога расчленили на части и выложили из его частей тела узор. «Сыщик частенько собирает сплетни», покровительственно сообщил мне Питер. «Собственно, в сплетнях частенько и скрывается истина того, в чем реальный человек отличается от того, кем он старательно хочет казаться. Например, этот дом это мощное место силы, знаете ли, и королева, подарившая его Матильде, точно знала, что дар ее велик. Этим домом мечтают владеть многие ведьмы. Один день в его стенах делает сильнее, но пока участь его владельца тесно соседствовала с участью кровного врага влиятельного вампирского семейства, силу на жизнь никто менять не отваживался. А теперь... Анимаг многозначительно не договорил и изящно оттопырив палец взял в руку фарфоровую чашечку с чаем. Догадайся сама, Марьяша, намек был очень непрозрачен. Скажите-ка, магистр, а в вашем мире ничего не положено отрубать гонцам, принесшим плохие вести? Я прищурилась, изучающая, глядя на кроличьи уши анимага. Они так мне нравились. Вот бы их отрезать, засушить, повесить на сумку. Может, сойдут за кроличью лапку? Ух, какая я кровожадная, когда голодная. Кажется, вы собирались колдовать, магесса, усмехнулся анимаг. Давайте, как ваш магический наставник, обязуюсь потом смести ваш пепел на совочек и отнести его безутешному мужу. Не дождетесь. Весомо отрезала я и снова уткнулась носом в журнал, в четвертый раз перечитывая подробное описание ритуала, чтобы точно ни в чем не ошибиться. А то скажу что-нибудь не так. Вдруг у меня второй нос вырастет или третья рука. Хотя, вот это как раз было бы совсем не лишнее. Руки, как и дополнительные часы в сутках, лишними не бывают. Сим. Сима салата салем. Сима салата салем чхон. Заклинание предполагалось читать на одном выдохе, делая паузы только в тех местах, где это позволяли милосердные точки. И паузы эти должны были, просто обязаны были быть не длиннее одного вдоха. И повторить эту волшебную строчку нужно было ни много, ни мало четырнадцать раз. Я справлялась, точнее, очень пыталась справляться, и ритуальный знак над моей ладонью медленно нагревался, но при этом не раскалялся до такого состояния, чтобы было почти невозможно терпеть, а значит, что-то шло не так. На шестой строчке за моим плечом раздался провокаторский смешок. У магистра Кравица кажется, были замечания к моему ритуалу. Я не повела и ухом, продолжая зачитывать заклинание. Сим, Сима Салата Салем, не греется, зараза, не греется. Знак еле теплый. Что за ерунда, вот скажите, неужели эти чары непригодны для восстановления всяких поломок на магических домах? Ими можно только чашку на кухне склеить? Второй смешок был громче и нахельнее, и едва не сбил меня с дыхания на двенадцатой строчке. Пошли вы к черту, магистр Кравиц! Меня бабуля учила. Варишь ли ты суп, вытираешь ли ты пыль, всегда концентрируйся на том, что является твоей целью. Все остальное пыль и суета. Я закрыла глаза, выронила журнал из руки, опустила и вторую ладонь на знак, нарисованный моей кровью. «Ничего для меня нет, только то, что я делаю сейчас». Воздух вокруг меня уплотнился, сжался, защищая меня от посторонних звуков. По моим венам потек жар, настолько жгучий, что ощутила каждый мелкий сосудик в своем теле. Этот жар уходил в ладонь, и знак под ней начал наливаться жаром. «Работает? Работает!» «Сим. Сима салата салем. Сима салата салем чхон». Я аж сама ощутила, как взбодрился мой голос. После нагревания до описанной температуры ритуал советовал продолжать повторять формулы до той секунды, когда мир не замрет в ожидании. А это сколько? Пять раз. Шесть. Семнадцать. Мне оказалось, нужно еще семнадцать дополнительных повторений. И последние я зачитывала уже «Зверея на ходу». «Где там вызываемый мной дух великой починки, которому не терпится исполнить мое желание?» А потом что-то щелкнуло, и вокруг меня вдруг настала абсолютная тишина. Я отступила на шаг от знака, поискала было глазами журнал, но поняла, что если наклонюсь за ним, нарушу ход течения ритуала, и продолжила по памяти. Три раза крутануться на одном месте и плюнуть через... «Э, нет, давай без этого». Чьи-то мягкие ладони накрыли мои щеки, не давая мне повернуться. Это вообще-то морально устаревшая часть ритуала. Тысячу раз говорено этим магам, что малое жертвоприношение это уже достаточно, чтобы дух выполнил твое желание и не покусился на жизнь, а они... Все, как деды-прадеды в левый глаз духу плюнуть норовят. Э, нет, я заупрямилась. У меня в журнале строго было сказано. Ну, детка, законючила невидимая девушка. Давай договоримся. Ты пожелаешь, я исполню. А потом свалю. Только давай быстренько. У меня еще разнарядка в Лавернийском лесу на ремонт дома одного эльфийского оракула. Третью неделю уже меня не отпускает изверг. Что тебе нужно? Мне ремонт. Я наглядно ткнула в фасад, своего дома, чуть повыше первого этажа. Давай делай, а то как плюну. Боюсь, боюсь, захихикала девушка дух. А после, судя по движению воздуха за моей спиной, резко взлетела. Держи руку на знаке, донеслось до меня звонкое. Я торопливо шагнула обратно, накрывая ладонью руну на косяке. Знак под моей ладонью снова запылал. Снова по моим венам потекла жгучая магия. Что тут началось? Треск, звон, скрежетание. Мелкие осколки поднимались с земли, летели откуда-то с улицы и взмывали к моим побитым окнам. Гнутая водосточная труба с жестяным причмокиванием восстановила свою форму. С крыши со звонким карканьем полетели обосновавшиеся в частично разрушенной печной трубе вороны. Цвет фасада оставляем? Только после этого вопроса я догнала. Дух великой починки упоролась и не остановилась на одном только побитом окне, и на втором тоже не остановилась. Она ремонтировала все и вся. «А я дура, что ли, отказываться?» «Лучше пусть будет синенький», — крикнула я своему невидимому прорабу. «Будет сделано», — клятвенно пообещала мне, и в воздухе запахло свежей краской, а у меня помутнело в глазах, и руки начали мелко подрагивать. Так, что там вообще было про технику безопасности при проведении жертвоприношений и пользовании услугами духов? При первых признаках недомогания остановите процесс обмена энергией. Я уронила руку вниз и на всякий случай сделала несколько шагов от двери. Общая слабость была таковой, что я не очень понимала, как меня держали ноги. «Ну вот», — плаксива всхлипнула в воздухе надо мной дух великой починки. «А я только втянулась в процесс». «Спасибо, с меня уже достаточно», — выдохнула я, пытаясь взглядом найти скамейку. «О, да, вот же она, в трёх шагах от крыльца. Какая даль!» «Это хозяйка», — дух великой починки деловито кашлянула, возвращая меня к жизни. «Нам бы расплатиться?» «Чего?» — я опешила. Про это в описании ритуала точно ничего не было. «Они забыли написать, наверное», — заявила дух. Но я помнила ещё одну приписку в конце той журнальной статейки. «Духи есть существа злокозненные и коварные, и их чрезвычайная польза зачастую идёт в комплекте с жадностью и дрянным характером. Они всегда норовят прихватить лишнего и без зазрения совести обведут вас вокруг пальца. Будьте бдительны и помните про строгое следование порядку ритуала. «Так, а что я там по ритуалу не сделала, что она тут права раскачалась?» За плечо плюнуло с душой и без церемоний. Дух-невидимка обиженно взвыла и исчезла, а громкие звуки города Звихграда накрыли меня с головой. «Газеты! Газеты! Свежий вестник королевы!» — надрывал горло мальчишка недалеко от моих ворот. Я некоторое время постояла, потупила в пространство, а потом шагнула вперёд и приземлилась на первую попавшуюся лавочку. Задрала голову. «Зря или не зря я тут в состоянии полуобморочной клуши ползаю?» Мой дом было не узнать. Он блистал новенькими окнами, труба уже не была скошена вправо, черепица на крыше была восстановлена до самой мельчайшей детали, даже отколотое крыло у живущей на крыше каменной горгульи было восстановлено. И, конечно же, синий обновлённый фасад радовал взгляд. «И это всё я? Какая же я всё-таки молодец! Ну иду в починке тоже. Но мы ей об этом не скажем». Знаете, с каким звуком к вам приходит смерть? А я знаю. Смерть открывает дверь пинком с той стороны кухни и останавливается на верхней ступеньке крыльца, стараясь превратить тебя в камень одним только взглядом своих сапфировых глаз. Он был хорош. Ему вообще всё шло, включая чёрный поварской фартук и даже сажу мелкой чёрной пылью, покрывавшую кожу на его лице. «Сажу? Что-то случилось?» Я удивлённо подняла брови, недоумевая, отчего Джулиан смотрит на меня так, будто раздумывает срочно раскопать свежезарытый топор войны между мной и своей семьёй. «Я просил тебя ничего не делать полчаса». Медленно сцеживая яд по капельке в каждое слово, вампир скрестил руки на груди. «Просил отдохнуть, а ты что?» «А что я?» Я нахально изобразила непонимание. «Лучший отдых – смена деятельности. Не слышал? Учись, пока я жива». Глаза у вампира полыхнули так, что стало ясно, учиться ему осталось недолго. Смерть уже вышла по мою душу. «Да что случилось-то?» Я постаралась состроить виноватую гримасу. «Я тебе покажу». Эту улыбку можно было назвать только оскалом, и никак иначе, а с учётом того, что скалился вампир, вышла хищненька. Этакое многообещающее «сейчас кого-то будут убивать». «Эй!» – двигался вампир так быстро, что я только осознала себя заброшенной на его плечо, как мешок с картошкой. Четыре широких шага, и меня также бесцеремонно поставили на моей кухне перед печкой. Похоже, мой домик заскучал и решил поиграть с Джулианом в бета-версию ядерной войны. Или, может, у моей печки внезапно засвербило в носу, и она как чихнёт? Сажа покрывала две трети кухни, рассеиваясь по всем поверхностям разной степенью густоты. По всей видимости, когда дух починки ремонтировал печную трубу, в ней нашёлся шмат сажи, и он шлёпнулся вниз, организовав мне на кухне филиал Хиросимы на выезде. «На твоё счастье я ещё не готовил», — сквозь зубы бросил вампир. «Испорти ты мне еду в процессе обработки, пришлось бы мне отвечать, почему я стал вдовцом так рано. Но овощи теперь придётся перемывать». «Такая беда, такая беда!» Я вздохнула и закатила глаза. Нашла глазами кота, свернувшегося за печной трубой. «Прош, не подсобишь с уборкой». Домовой, не меняя облика, грациозно соскочил с печки, прошёл по лавке, пачкая шерсть на белых лапках, а потом элегантно махнул хвостом. Наверное, так и выглядела расчистка авгиевых конюшень. Правда, вместо перенаправленных русел рек по кухне пронёсся упругие сильные вихри воздуха, сметающие сажу до самой мельчайшей пылинки и вышвыривающие её обратно в тёмное нутро печи. И всё-таки домовой это очень полезно. Хорошо, что я как следует расспросила его, что он может. «У тебя есть ещё претензии, Джулиан?» Я с независимым видом повернулась к вампиру и осеклась, заметив ту нехорошую улыбку, что намертво прилипла к его губам. «Ой, что-то моя попа чует неприятности». «Нет, что ты, дорогая!» Сладко-сладко протянул Джулиан, а затем буквально провалился в собственную тень. Оп! И под мои колени нежно, но бесцеремонно толкнулся стул. Ух, и вокруг моих рук крепко обвелись лямки фартука, притянувшие мои руки к спинке стула. Твою мать! И вампир с крайне довольной рожей снова вынырнул из той же тени, куда провалился. Она, кстати, так и не исчезла до этого момента. «Претензий нет, Марьяна!» Лучезарно улыбнулся мне Дивенсер. «Посиди так чуть-чуть, их у меня и не будет». «Это произвол!» Я задохнулась от негодования. У этого без меры наглого вампира совершенно полетели тормоза. «Это забота!» — поучительно протянул Джулиан, берясь за нож. «Ты очень потратилась на сделку с духом, женушка, и еще одна магическая манипуляция может укатать тебя в госпиталь для волшебников с истощением на уровне волшебной комы. Сиди, отдыхай, восстанавливай силы. Надеюсь, шило в твоей ягодице доставит тебе не очень-то много неудобств». Увы, я свое шило знала. На малое количество неудобств рассчитывать было совершенно нельзя. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...